Итак, друзья, привет! Меня зовут Сова. Сегодня буквально ребята из Blizzard накатили на форум статью, которая называется «Первый взгляд на обновление 2.2.0». Это крупный контентный патч, который выйдет soon. Soon — это значит, когда будет готов. Но мы очень, конечно, надеемся, что это случится быстро-быстро-быстро-быстро. Ибо в этом патче, крупном контентном патче, будет очень много изменений, которые хочется уже пощупать и поиграть в них. Внимание! Очень много вопросов. Я уже видел в частности на форуме данный патч бесплатный, друзья. Его покупать не нужно. Не нужно покупать, да? Это патч. Патч бесплатно абсолютно выходит, и покупать его не нужно. Для этого патча будет PTR. То есть мы будем на тестовых серверах тестить те изменения, которые Blizzard для нас подготовили. Давайте, это видео будет для тех, кто не любит читать, любит слушать, и, соответственно, с нашими какими-то комментариями от DiabloPedia.ru. Первый взгляд на обновление 2.2.0. Готовится к выходу обновления 2.2.0 для тестового сервера PTR. Мы подготовили краткий обзор изменений, чтобы после появления обновления игры вы смогли незамедлительно приступить к тестированию. Мы готовы узнать, а где-то еще множество нефалей, мы тогда приступим. Во-первых, что касается новых сетов. Во-первых, нам добавляют новые сеты, а во-вторых, нам изменяют старые сеты. То есть сколько патч стоит? Патч стоит нисколько. Фишка в том, что в Diablo, как вы знаете, довольно-таки ограничено количество билдов. И строить их на том, что из тех вещей, которые есть в игре, довольно-таки превратично. Этих билдов не так уж и много, по сути. Их, конечно, больше, чем было в Ваниле, но тем не менее хотелось бы большего разнообразия и так далее. Фарсад, привет! Слава, привет! Можешь бы условить меня на успешную сдачу всех экзаменов. Благословляю тебя, Олешкина. Одной из главных целей от обновления было добавить в игру новые комплекты экипировки. В обновлении 2.2.0 вас ждет три новых комплекта из шести предметов. Сущность Порока, Шедевр Дальсира и Гнев Пустошей. Это сеты для ДХ, Вара и Сорки. Кроме того, хотят поменять бонусы к существующим комплектам. Это основные комплекты, которые есть, собственно, в игре. Зунимасса для ВДхи Тысяча Бурь, для Монка Роланд для Крестоноса Талл Рашид для Сорки, Инка для Монка, Наташка для Охотника для Демонов и Ика для Вара. То есть, по сути, все основные сеты, которые есть в игре, хотят изменить, допилить, доработать. И в идеале, я так понимаю, мы получим, ну, я очень на это надеюсь, большее количество разнообразных билдов. Потому что, честно говоря, играть вот в те билды, которые у нас есть, все уже, в принципе, в них отыграли. И хочется чего-то больше. Хочется чего-то больше разнообразия. Причем, чтобы это были не только фановые билды для Т6, но и для высоких ВП. Вот. Это, конечно же, хотелось бы иметь. Дальше. Больше веселья с новыми легендарными силами. Комплекты. Единственная новая экипировка, обновление 2.2.0. Есть еще новый легендарный самоцвет, оружие, кольца и другие предметы. Это вас ждет около 15 новых легендарных свойств. То есть, смотрите, старые легендарки могли иметь, либо вообще не иметь легендарного свойства. И Близзы еще на прелизе этого самого аддона говорили, что они хотят добавить практически ко всем легендаркам новые оранжевые аффиксы. И, соответственно, они продолжают эту работу. И в обновлении 2.2.0 нас как раз-таки ждет 15 новых легендарных свойств. Что из этого получится, не знаю. Нужно потому, что каждую легендарку щупать, смотреть. ПТР даст нам эту возможность. Дудулка, привет. В списке новых легендарных предметов попало кольцо, которое было создано руками игроков во время мастерской легендарных предметов на Близко. Над некоторыми мелкими деталями мы еще работаем. Ну, это, в общем, кто в теме, он в теме, кто не в теме, может по этой ссылочке перейти, почитать. Ссылка будет под описанием видео. Дальше начинается лично мне более интересная тема, которая касается режима приключений. Если вы много играете в порталах, то вам наверняка кажется, что вы уже видели все возможные варианты планировки зон. Начиная с обновления 2.0, для ПТР мы будем добавлять новые подземелья в стиле гиблых полей и гниющего леса из первого акта. Пустыни жалища ветров из акта 2 и полей кровавой бойни из акта 3. Их планировка будет генерироваться случайным образом. Так что при каждом новом исследовании вы будете попадать на новую карту. Представляем вашему вниманию две возможных варианта. Первый, это пустыни жалища ветров. И второй, это гнющего леса. Ну это конечно не добавляет особого разнообразия в игру, но тем не менее, какой-то внешний антураж будет меняться, что в принципе круто. Далее, вот далее мы подходим, ну для меня самой интересной темой, это свежие поручения. Если вы любите режим приключений, то у нас для вас есть хорошие новости. Вскоре вы сможете выполнить еще больше поручений. Мы не только добавим 20 новых поручений для акта 2, 4 и 5, но и ведем в игру совершенно новых тип, исследования. Ваша задача будет исследовать определенную зону и найти персонажей, которых нужно спасти, если это хорошие ребята. Или убить, если они плохие. Задание будет такого типа 14. Я всегда за то, чтобы в дьявле было побольше разнообразия. Больше разнообразия, больше вариативности геймплея, больше билдов, больше желания заходить в дьявлу вечером после работы, либо в выходные. Игра все-таки в одно и то же порядком надоедает. Изменения классов. В отличие от предыдущих обновлений, в 2 до 0 мы не так уж много изменений, затрагивающих игровые классы. Мы отложиваем некоторые умения, чтобы они лучше работали с новыми легендарными свойствами и предметами. Больших перемен не планируется. Некоторые изменения будут явно улучшены. Например, наказание крестоноса или фетиши ВД. А некоторые просто станут более удобными в использовании. Например, мы добавим иконку соображения числа активных турелей. Охотника на демонов, наконец-то, друзья! Потому что нам добавили для петов. Нам добавили, что там, еще какие-то иконки. Добавили там для вары иконки. И, наконец-то, добавят для охотника на демонов количество турелей, которые отображаются около иконки вашего персонажа. То есть, например, смотрите, могу вам показать. Поражать вот этих ребят. То есть, подобная иконка появится и для турелей к ДХ. Это, в принципе, классно. Потому что в некоторых случаях в сильных замесах на карте совершенно не видно того количества турелей, который у тебя стоит. А прожимать их в лишний раз, это тратить свой ресурс, что не очень круто. Ждать патч после второго сезона, скорее всего. На самом деле, не факт, потому что Близа, я так полагаю, ведут его во время второго сезона. Это плохо. Почему? Потому что нам придется оторваться и идти в ПТР. Учитель, а можно вопрос, когда перемены уже? Пока еще рано. Это что касается изменений по классам. Теперь еще неожиданный поворот. Близы вводят новых гоблинов. Новых гоблинов. Радостность для тех, кто не устает охотиться на алчных гоблинов. Мы добавим в игру еще три. Три разновидности гоблинов. Так что вы сможете в полной мере... В полной мере... Удальтарить свою тягу к истреблениям. Студник, это вот этот первый, разделяется на еще более мелкий гоблинов. Что из него будет падать, пока непонятно. Но выглядит оно таким вот образом. Златник помогает утолить бесконечную жажду золота. Вот этот выбор этого гоблина от Близзов не совсем понятен. По той простой причине, что голды в Диабле много. Завались просто. Зачем делать гоблина, который дает... Ну как вот... Аналогичный блатшардовый, только золото? Непонятно. То есть обычный гоблинов, в принципе, и так дает золото. Понятно, что в этом случае голды будет больше даваться. Зачем? Непонятно. Но опять-таки, смотрите. Это пока превью патча 2.2.0. Близо об этом это подчеркивают. Так что все еще может измениться. Но пока вот цель этого гоблина непонятна. И третий гоблин. Шулер. У него есть друзья, которые будут ставить вам палки в колеса. Будьте насторожи. Удачи вам в их преследовании. Непонятно, что это за палки в колеса. Возможно, каким-то образом он будет отбиваться. Не знаю, там ослеплять вас. Либо делать какие-то еще проказни. И опять-таки, что он дает, непонятно. То ли легендарки, то ли реагенты. То ли все это сразу он дает. Так что фиг знает, что это будет. Но по факту нам вводят 3 новых гоблина. Итого их станет... Сколько у нас сейчас? 5 их получается. Бладшардовый. На камушке. На рецепты. В чудо страну. И обычный. 5 гоблинов. Плюс 3 будет 8 гоблинов. То есть, мега много. Далее. Нам вводят, наконец-таки, ячейки, где мы сможем хранить свои крылья и прочие штуки отдельно. Смотрите. Сейчас, чтобы одеть вот эти крылья, мне нужно занять одну ячейку своего сундука. Так, что у нас тут за песня пошла. Давайте, что-нибудь такое. Вот. Чтобы, собственно, одеть эти крылья, мне обязательно нужно занять одну ячейку в своем инвентаре и, соответственно, таскать его все время с собой. Теперь в патче 2.2 близо хотят изменить эту ситуацию и сделать нам некие ячейки. Ячейки, где мы сможем хранить, в частности, наши, ну, скажем так, визуальные составляющие. Вдаление 2.2.0 позволит вам с легкостью убирать свои декоративные предметы при помощи нового интерфейса. Близо называет это декоративными предметами. Так что все украшательства будут от вас лишь в одном щелчке мышью. Декоративным предметом относятся только те, что меняют только внешний вид, но не влияют напрямую на механику. То есть там крылья, питомцы, рамки портретов и знамена. То есть вот таким образом это будет в интерфейсе выглядеть. То есть, я так понимаю, можно будет сделать свою, любую рамку, поставить там питомцы, взять там крылья и так далее. И все это одномоментно и одним кликом. В принципе, прикольно. Как бы радует то, что сундук освободится одна, две, три, а у кого-то и больше ячеек. Это, в принципе, классно. Вот. Давно пора нужно было это сделать. Едем дальше. Ну, здесь некий технический момент, что Близе меняют формат хранения файлов. Но это такая техническая информация. Я думаю, игрокам она не особо неинтересна. Кому интересно, почитайте по ссылке под видео. Суть, если коротко такова, что новый формат файлов улучшит, содержит улучшения напрямую полезно игрокам. Такие, как самоподдерживающая файловая структура, которая помогает проводить ошибки при установке, более быстрый и надежный процесс установки обновлений, возможность срочного исправления игровых данных и многие другие. Ну, в общем, это некая техническая оптимизация. Не знаю, что она конкретно принесет, насколько будет полезно. Так что посмотрим в будущем. Это, по сути, все основные изменения, с которыми мы встретимся в 2.2.0. Обратите внимание, друзья, что это пока предварительный взгляд на патч 2.2.0. Повторюсь еще раз, что этот патч бесплатный. Не нужно его будет покупать. Если у вас есть Reaper of Souls, Диабло, этот патч вам будет доступен абсолютно бесплатно. Когда наступит ПТР, неизвестно, это случится soon. Следите за новостями на официальном сайте, в нашей группе и узнаете об этом одним из первых. Спасибо тем, кто смотрел это видео в записи на YouTube. Подписывайтесь, как обычно, на наш канал. С вами был Сова. До встречи на стримах. Всем пока.